В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Блогеры и администраторы интернет-сообщества Ленинского района встретились с главой муниципалитета Валерием Венцелем. Это живые люди, админы групп, участвуют в этом всем. Жительница одного из домов на проспекте Ленинского комсомола обратилась в нашу редакцию за помощью. У нее в квартире течет с потолка вода. А кто возместит вот эти убытки? Мы останемся без жилья. В Видновском районном центре культуры и досуга 9 февраля пройдет фестиваль «Песни, рожденные сердцем. Как проходит отбор участников». Самое главное – четкая дикция, артистизм и зажигательное настроение. В здании администрации Ленинского района состоялась встреча главы муниципалитета с блогерами и авторами интернет-сообществ. Зачастую именно они являются лидерами общественного мнения по актуальным темам, которые обсуждаются в медиасфере. О том, как прошла оффлайн-встреча, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Встреча с блогерами, проживающими в нашем муниципалитете, была инициирована главой Ленинского района Валерием Венцелем для того, чтобы лично познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке с теми, кто пишет, рассуждает и обращает внимание на проблемы района в интернете. Для нас это очень важно. Мы всегда стараемся держать руку на пульсе. Мы благодаря, в том числе, тем информационным роликам и событийным рядом в благосфере стараемся очень быстро, оперативно реагировать на все замечания. У каждого присутствующего на встрече была возможность высказаться, поделиться опытом и сделать конструктивные предложения по решению тех или иных вопросов. Особенно остро обсуждались проблемы новых микрорайонов, в которых проживает большое количество людей. Самые горячие темы в медиапространстве сейчас – улучшение транспортной доступности, работа служб ЖКХ и раздельный сбор и утилизация отходов. Новые микрорайоны тоже жалуются, что у них нет бочков для раздельного сбора мусора. А некоторые даже видели, что и машины, которые забирают смешанный мусор, туда же и вторичку помещают. С учетом нововведений должно пройти некоторое время, прежде чем система раздельного сбора мусора будет отлажена. Администрация района в ежедневном режиме проводит мониторинг ситуации. На начало оно может где-то скомканно, и тому еще и зима. К нам навалилось, мы понимаем, да, проезжие части у нас сужаются. Подъезд к мусоросборочным площадкам периодически затруднен. Но это сфера деятельности и наша, органов местного самоуправления. Мы своей компанией «Дошсервис» занимаемся. Взаимодействуем с управляющими компаниями, с возчиком и, конечно же, с региональным оператором. Также в ходе встречи Валерий Венцель рассказал собравшимся о планах развития дорожной сети, строительстве новых детских садов и школ, дал поручение своим заместителям разобраться с проблемными маршрутами общественного транспорта. Сегодня благосфера занимает важную часть нашей жизни, и это можно использовать в позитивном русле. Основная задача подобных встреч – наладить диалог и с помощью активных жителей получать обратную связь от населения. Если все соцсети наши объединятся и создадут массовый штурм с максимальным пиаром, где мы будем выкладывать прямые какие-то включения по типу этих, потому что люди поймут, что администрация не бездействует и просто как-то законы принимает, а что это живые люди, админы групп участвуют в этом всем. И чем ближе будет контакт с людьми, тем сильнее они будут подключаться. Формат встречи был признан успешным. Продолжалась она более трех часов, по итогам которых блогеры обменялись контактами и договорились и дальше активно участвовать в общественной жизни муниципалитета. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Жительница дома номер 12 по проспекту Ленинского комсомола Нелли Шигаева обратилась в нашу редакцию за помощью. У нее в квартире течет с потолка вода, одна из комнат полностью заставлена ведрами и тазами. В доме протекает крыша у соседа напротив, как оказалось, аналогичная проблема. С конца декабря женщина звонит в диспетчерскую управляющей компании, но в квартиру с проверкой так никто и не пришел. Разбиралась в ситуации наш корреспондент Екатерина Борисова. Духота и сырость, плесень на стенах и рамах, тазы и ведра на полу одной из комнат. В таких условиях приходится жить Нелли Шигаевой. В своей квартире на последнем этаже дома номер 12 на проспекте Ленинского комсомола. Вот пять лет, как мы мучаемся с нашей протечкой крыши. То есть это ужас. Это все вот на данный момент, на данный момент, это началось 29 декабря. Каждый раз, каждый день звоню в ЖЭК, в диспетчеру. Никаких реакций, никто, ничего. Мы вашу заявку передали. Ни техника, ни инженера ЖЭКа, ничего нет. Нелли сетует из-за сырости, и она, и ее дочка постоянно болеют. Вот и сейчас они обе на больничном. Вода с потолка течет по проводам освещения и лампочки. И это тоже крайне беспокоит женщину. А замкнет, квартира пойдет гореть. А кто возместит вот эти убытки? Мы останемся без жилья. Мы не можем высушить квартиру, не сделать ремонт квартире. Когда это безобразие закончится? По словам Нелли Шигаевой, за день с лампочки натекает около трех ведер грязной воды с затхлым запахом. Мебель в комнате вздулась, хотя сырость чувствуется по всей квартире. У соседа по лестничной клетке Игоря Баврова, как оказалось, аналогичная проблема. Только течет не столь сильно. И видите, вот это подклеивались. Слышишь, надо стелить на пол клеенку и тряпки какие-то, потому что соседи, а соседи только там ремонт сняли. Заявка, поданная жильцами дома в диспетчерскую, не нашла отклика. Мы тоже попробовали выяснить, когда же все-таки ждать специалиста. Наша задача принять от жителя заявку и передать ее в домоуправление, а уже оттуда приходят люди. То есть у вас информации никакой нет, да? Когда придет техник, когда что-то... А это не наш уже вопрос. Наш вопрос принять от жителя заявку по протечке кровли и передать в домоуправление. Тогда мы обратились напрямую к руководству МУП УК ЖКХ. Буквально в течение часа по адресу выехал инженер управляющей компании для составления акта. Следом осмотрела квартиру и руководитель УК Галина Артамонова. Все, что связано с ремонтом кровли, это будет весна. То есть сейчас мы можем только регулярно счищать кровлю от снега. Все. Более ничего. Ну, мы с вами сейчас не видим же сарафани на улицу, да? Ну да. Поэтому есть определенные сезонные работы. Мы сейчас собираем всю информацию, значит, по всем протечкам, по всем кровлям. Значит, что... Какое наше участие вот в этой ситуации будет в дальнейшем, это ремонт. А самое ближайшее, вам нужно написать заявление, мы придем осметим и, естественно, сделаем вам возмещение. Галина Юрьевна отметила, что в случае протечек кровли и любых других серьезных происшествий необходимо обращаться не в диспетчерскую, а по телефону аварийной диспетчерской круглосуточной службы МУП УК ЖКХ. 8-495-541-60-10. Тема кровель и панельных швов у нас стоит очень остро. На самом деле, в первую тепель мы собрали 66 адресов, где были протечки. На вчерашний день по АДС их было 118. Думаю, что сегодня больше. По этому конкретно дома уже 6 заявок. Значит, мы будем детально обследовать кровлю. Наверняка текущим ремонтом трудно будет подлатать. Ну, практически невозможно. То есть нужно будет выделение каких-то капитальных средств на капитальный ремонт крови. В этот же день крышу 12-го дома почистили от снега. Сотрудники УК пообещали делать это регулярно, пока проблема не будет устранена. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. В центральной библиотеке состоялось выступление коллектива театра музыкальных традиций «Иван да Марья». Они исполнили песни разных народов мира. На концерте побывал и наш мобильный репортер. Творческий коллектив «Иван да Марья» подготовил к выступлению русские народные и казачьи песни. Также певцы исполнили мотивы цыганского фольклора, чем приятно удивили публику. Если зрителям понравится их выступление, мы будем приглашать их очень часто. Они готовы к нам приезжать. Вот сейчас вы слышите, как раз идет блок цыганский. Очень такой динамичный, красочный, яркий. Всех приглашаю на наши концерты. Приходите, пожалуйста. Зрители концерта отметили разнообразие репертуара, качественное вокальное исполнение и яркие наряды артистов. Некоторые гости подпевали выступающим, а другие с волнительным трепетом следили за происходящим на сцене. Каждый раз, когда бываешь на их концерте, очень красиво, очень душевно. И что удивительно, что и маленькие, и большие живут в каком-то одном порыве, в одном вдохновении. Это вдохновляет, по-моему, всех, кто на это смотрит и это слушает. За три года артисты театра музыкальных традиций Иван де Марья становились лауреатами нескольких московских вокальных конкурсов. А в этом году творческий коллектив принял участие в патриаршей рождественской елке в Кремле. Возраст участников коллектива самый разный. Младшим не больше 10 лет, а старшим уже за 30. Разные возраста это, наоборот, как семья. Наш коллектив, в принципе, это как семья от мала до велика. Вот они тянутся друг за другом, они растут, они дружат, они общаются, они поют. Концерт с участием коллектива Иван де Марья окунул зрителей в культурные традиции разных народов. Теперь артистам предстоит готовиться к новым ярким выступлениям. 9 февраля в Видновском районном центре культуры и досуга пройдет фестиваль «Песни, рожденные сердцем». На нем участники представляют вокальные произведения патриотической направленности. Традиционно желающих участвовать в нем немало, а потому среди тех, кто отправил заявку, проводится отборочный тур. На нем и побывала наша съемочная группа. В отличие от гала-концерта, сейчас в зале пусто только родители, пришедшие поддержать исполнителей и жюри. Зато за кулисами волнительная суета, а участники прослушивания получают последние наставления. В нынешнем году фестиваль «Песни, рожденные сердцем» будет проводиться в 18-й раз. По регламенту принять участие в нем может любой желающий в возрасте от 6 до 80 лет. Главное, чтобы исполняемое произведение было патриотической направленности. Очень много взрослых участников, очень много всегда бывает на всех фестивалях. Но в основном даже, знаете, такая интересная тенденция последние годы сложилась. Очень много участников из воспитателей детских садов, учителей школ. Но очень приятно видеть этих людей совершенно в ином качестве на сцене. На предварительные прослушивания заявилось более 80 человек. Дарья Кислицкая учится в Видновской школе искусств. Ей 8 лет. Но она уже два года занимается вокалом и каждый выход на сцену волнителен. «Как чувствовала себя на сцене?» «Ну, нормально, немножко логновалась. Часто выступаю. Последнее выступление было здесь». «А до этого ты говоришь часто, где это, в школе или здесь?» «Ну, иногда в школе, иногда здесь, иногда в детском городке, например». Лишь около 40 участников смогут принять участие в галоконцерте фестиваля «Песни, рожденные сердцем». Отобрать достойных исполнителей – нелегкая задача. Впрочем, у тех, кто оказался, может быть, чуть слабее конкурентов, еще не все потеряно. Прослушивание длится несколько часов. Сейчас объявлен перерыв, и жюри ушло на совещание. Вообще, надо сказать, что этот фестиваль – довольно длинная история. Здесь смотрят еще и тех, кто впоследствии сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 9 мая или 23 февраля. Также некоторые песни не совсем соответствуют патриотической тематике. Таким исполнителям рекомендуют принять участие, например, в эстрадном фестивале «Эдельвейс», который пройдет в конце апреля. Кроме этого, на здешних слушаниях одних вокальных данных мало. «Ведь песня – это маленький спектакль, и его нужно сыграть. Должно быть развитие в песне, кульминация, кода. Это тоже оценивается костюм, сценография, подтанцовка, лист, видеоряд. Это, в общем-то, вкупе». Увидеть лучших из лучших можно будет уже совсем скоро. Патриотический фестиваль «Песни, рожденные сердцем» пройдет 9 февраля в Видновском районном центре культуры и досуга. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 6 февраля, облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается снег. Температура – минус 3 градуса. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.